Однажды VR-беговые дорожки займут свое место у нас дома, особенно у энтузиастов, интересующихся виртуальной реальностью. Но сегодня это массивные дорогие устройства, и на этом неделе я побывал в VR-клубе по совместительству являющимся распространителем беговой дорожки Omni в моем регионе. Сразу хочу сказать, что стоимость этой беговой дорожки 7000 евро, это стоимость неплохого автомобиля, так что многие из нас, если и попробуют ее, то только в виртуальных клубах. Для игры на дорожке вам надо переобуться в специальную обувь со скользящими пластиковыми набойками на подошвах. Это очень скользкие ботинки, в которых очень сложно ходить по простому полу, что отлично подходит для беговой дорожки. Далее сверху на эту обувь на каждый ботинок крепится небольшой сенсор, внутри которого есть акселерометр и гироскоп. Полагаясь лишь на эти данные, шлем будет знать, в какую сторону вы двигаете ногами в данный момент. После чего вы встаете в саму дорожку, она так удобно открывается и закрывается, фиксируете на себе ремень, одеваете шлем и готово, погнали играть. Первые ощущения, когда начинаешь передвигать ногами в виртуальном мире, что ты вот-вот подскользнешься и упадешь на пол. Но ремень на поясе прочно держит тебя, пластиковый обод вокруг тебя не позволит тебе упасть куда-нибудь за пределы игровой зоны, и ты начинаешь экспериментировать. По итогу мне самое удобное передвижение это было, когда я всем своим телом наваливался на этот обод и скользил ногами с противоположной стороны тарелки, на которой ты стоишь. Пластиковый обод, удерживающий игрока, не поднимается выше определенного уровня, и для моего роста, а я метр девяносто восемь, он находился на уровне бедренных костей. По идее он должен находиться на уровне талии, тогда будет более удобно играть. Мне приходилось немного на полусогнутых ногах бегать. По своему строению пояс, который вы одеваете, состоит из пластикового упора, который, собственно, берет на себя весь вес, когда вы опираетесь на обод. Механических частей в этой беговой дорожке минимально. Дальше игры, в которые мы играли. Многие из этих игр можно найти в стиме, для беговых дорожек они были немного переработаны. Но также стоит помнить, что ты не сможешь поиграть в любую игру, например, в тот же битсейбер, у тебя не будет достаточной свободы для рук, чтобы размахивать руками внизу. Ну и, конечно, на этой беговой дорожке нет никакой возможности присесть, да и просто опустить руку вниз не получится, потому что вокруг тебя этот обод. В целом, получается, что игры, которые будешь играть, это или мультиплеерные стрелялки, или игры наподобие VRZ или Soviet Luna Park, где вы с товарищами отбиваетесь от волн зомби или каких-либо других противников. Мы провели довольно серьезный стресс-тест для этого устройства. Мы бегали с огромной скоростью и не сдерживали абсолютно себя. Обод не сломался, не погнулся. То есть он предназначен на то, что ты будешь с сумасшедшей скоростью нестись на одном месте. Есть два варианта передвижения. Первый, самый простой, подходящий для новичков, ты двигаешься по направлению головы. Как бы ты ногами не перебирал, ты будешь бежать в ту сторону, куда смотрит твоя голова в этот момент. Ну или если ты перебираешь в обратную сторону ногами, ты будешь бежать в противоположную, как бы спиной вперед. Второй вариант, о котором нам рассказали уже практически под конец нашей сессии, предлагал возможность бежать именно в ту сторону, куда направлены твои ноги, что абсолютно изменяет геймплей, особенно в онлайн-шутерах. Ты можешь бежать вбок и стрелять грязи в сторону. Честно сказать, за 10 минут игры ноги устают достаточно сильно. Плюс то, что мне приходилось бегать на полусогнутых, что я уже был практически полностью спотный, моя спина вспотела. И судя по запаху в VR-клубе, все остальные люди, кто бегали там со мной, они тоже вспотели, потому что стоял запах пота. В том клубе, что мы ходили, у всех игроков были Vive Pro. Логичный выбор, потому что на несколько шлемов надо установить всего пару базовых станций. И так как ты всегда знаешь, где игрок именно стоит в комнате, ты можешь расположить беговые дорожки так, чтобы они не перекрывали никогда друг друга. Но это был мой первый опыт использования VR-беговой дорожки. Она не настолько удобна и не настолько проста, что даже если, скажем, Skyrim VR будет ее поддерживать, что я буду в ней бегать вот по горам Skyrim. Все-таки очень много ограничений из-за того, что ты стоишь в замкнутом пространстве, не можешь нагнуться, не можешь опустить руки вниз. В некоторых случаях даже традиционное меню, расположенное на поясе, ты не сможешь до него дотянуться, потому что там этот пластиковый обувь. До уровня того, что мы видели в фильме первому игроку приготовиться, нам еще далеко. А пока он не остается устройством, которое стоит попробовать в клубе. Спасибо за просмотр. Если вам не понравилось это видео, вы знаете, что делать. А если понравилось, то поставьте палец вверх, подпишитесь и напишите в комментариях, что вы думаете о технологии беговых дорожек для виртуальной реальности. Пока!